друзья всем привет и вот мы опять на стоянке транспортной компании вот посмотрите что здесь пригнали вот но и пригнали харьер пригнали хонду но мы приехали сегодня за харьер вот этим вот прекрасным харьер тоже вся история по покупке машины по ценам и так далее по датам можете посмотреть в группе в телеграме там я все расписывал вот значит первое что мы смотрим сейчас это мы сейчас внешние и быстренько осмотрим и потом пойдем возьмем ключи буду смотреть внутри у машины оценка 4 cc у нее значит замечание по кузову там а1 у 1 то есть такая мелочь которую мы в принципе искать не будем потому что мы все знаем уже что мы ее не найдем поэтому мы осмотрим вот края бамперов фары на предмет того что могли повредить при погрузке машины и и разгрузки соответственно с поезда машина шла контейнером дошла за 12 дней вот вот так вот смотрю никаких повреждений у машины не вижу обязательно надо смотреть крышу стойки зеркала соответственно резина по аукционнику троечка стоит но в принципе резина более-менее нормальная вот вот такое вот колесо у нее размер 235 55 18 вот здесь пороги смотрим тоже весь хром никаких мятин то есть да знаете там садятся в машину для перегонов все отлично тоже хром хороший не отваливается зеркало прям как у воксе но и сквайров до тоже это помощь при парковке здесь вот ветровики есть а вот помним на альфарди нифига не было крыша целая здесь осматриваем здесь 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 все в порядке фары целые фары фонари фонари спойлер все аккуратненько то есть при приемке машину так осматриваете и все можно на камеру чтобы если вдруг что вы смогли предъявить это потом транспортной компании багажник целый камера из заднего вида вот такая вот она сзади красоточка вот единственный вот недостаток вот здесь вот видите это b3 указано на аукционнике вот смотрите как выглядит b3 вот таким образом вот получается вот и вот там где-то наехал японец углом а и вот она куда-то стукнулся задом подъезжал так здесь все остальное в порядке крыло двери опять же смотрим у нас места вот эти уголки ведь этот небольшие такие тоже двери открывают стукаются блин здесь ответе тоже самое как потертость прям на углах здесь смотрим все время станет вот чисто от водительская дверь вот на кромке я думаю у себя на машинах тоже это сможете найти все в принципе по визуалу так сказать по визуалу по внешке машина соответствует аукционному листу сейчас пойдем заберем ключи и будем смотреть ее внутри ну и сверять номера и все дела подсветка при повороте классно такая тройная фара у нее огонь красивый харьер он двухлитровый у нас просто бензиновый и так ну вот забрали ключи два ключа у машины она кстати восемнадцатого года пробег что-то там до 90 тысяч 88 по моему так вот давайте посмотрим здесь под капотом ну так пыльненько но не скажем что грязно тоже все такое все так выглядит как новая ну как бы неплохо выглядит не то что у нас когда машины поездят полный пипец вот здесь смотрите как все аккуратно все сделано выполнено резинка идет видите для от пыли шумоизоляция такая у нее и обратите внимание что они стоят пневмо вот эти как амортизаторы для капота да то есть на альфарде не было на воксе нет на истиме нет а на харьере есть да конечно такая лопата большущая так дед номер кузова находится я даже не знаю и номер двигателя тоже мы будем искать о завел игорь машину работает ровненько все неплохо по поводу масла в двигателе там все в порядке аккумулятор родной вот смотрите какое и core revolution были сейчас будем искать номер кузова номер двигателя где находится в общем спереди все очень очень неплохо под капотом выглядит все красиво вот такой двухлитровый этот двигатель так номер кузова нашел находится вот под сидушкой и он конечно же соответствует все нормально вот удобно здесь вот кстати вот написано окибона вот она пишет ключей ключи 32 ключа таких для машины и один он такой в виде карточки выглядит я вам сейчас его покажу вот так вот он выглядит видите как метка какая-то он был здесь прилеплен здесь мир батарейка стоит вот итак друзья нашли номер двигателя тоже кому-то вдруг будет если нужно он находится полин сейчас я попробую увеличить вот ведь то есть получается этот генератор и вот за генератором вот прям вот я вот палец вот я куда тыка вот здесь начинается вот там будете искать все мы проверили все совпало все нормально пойдемте дальше машину смотреть так сейчас открывая багажник давайте посмотрим как он открывается здесь вот я чувствую кнопку нажал и все крышка сама поехала опять же почему так не реализовали в альфарде блин ну вот вообще непонятно хочу сделать так же смотрим ручка есть соответственно кнопка закрытия защита замка обито таким карпетом каким-то клевым здесь тоже приятная обивка багажника смотрите если есть две полки и у них видите есть такие как эти накладки чтобы вот что-то жестко можно было здесь у нас что получается насос и клей вот сюда кстати надо этот кинуть крюк сразу притащить запаски нету но я думаю можно спокойно и сюда положить запаску вот он крюк лежал в салоне почему-то и здесь тоже вот есть смотрите домкрат ну и соответственно баллонник тоже это все вот можно отдельно поднимать чуть еще крюки вот такие есть полку можно ставить видно сразу под полку есть вот еще крюк вот такой есть крюк конечно приятно что все обито вот так карпетом здесь сзади очень удобно сзади видите можно складывать сидуху потянуть они слушайте это под изофикс под изофикс сделано а вперед ее получается сидуху отсюда не сложить надо изнутри запачкана и чуть зацарапана вот здесь изнутри поэтому и c наверное у нее оценка сейчас все видите сейчас попробую вот видите такие вот царапины есть вот поэтому на оценка 3 у нее стоит за салон оценка cc за салон у нее стоит здесь сзади вот на этой стойке тоже такие же царапины видно вот что-то сзади возили поэтому такая вот штука стоит видеорегистратор сзади и спереди причем посмотрите что пленка наклеена то есть это тоже такой бонус видеорегистратор очень как бы они дорогие у них и вообще это очень приятно как машина с двумя видеорегистраторами здесь тоже все так так закрываем нажимаем кнопку все спокойно все закрывается пойдемте теперь салон посмотрим вот такая вот дверь блин дождик идет конечно ну знаете мне на фото казалось что она более красная она такая бордовый какой-то цвет приятный приятный цвет лак рояльный все автостекла все как и должно быть у харьера блин сидушка кожа везде приятная на ощупь кожи ничего не скажу наклоняется значит сидушка вот видите это максимальный у нее наклон соответственно изофикс подписано здесь есть такой вот бардачок и он никак не открывается здесь только вот так выдвигаются подстаканники вот соответственно подголовники три штуки и вот здесь есть ремень для третьего ряда и подсветка видите там же что еще мне нравится здесь вот ручка она с крюком что несомненно классно можно какие-то вещи жить подсветка беленькая хорошенькая горит черный потолок что тоже несомненно красиво такая эта строчка видимо для этих подушек безопасности здесь ремешки но все в коже ковер мне понравился еще здесь смотрите практически ровный пол потому что она переднеприводная машина вот такие приятные ковры толстые хорошие еще здесь есть вот обдув для задних пассажиров все в принципе да и вот динамики в принципе сзади ничего такого больше нету пойдемте вперед был ручка для наклона спинки и вот какая-то вентиляция не знаю для чего это наверное в гибридных версиях применяется так передняя значит дверь тоже кожа смотрите вот 88000 пробег ничего не затерто то что кожа мне кажется так как качественная плотная все электростекла тут такой вы знаете вот этот узел управления также voxie но и squire и steam а альфард все короче одинаково память сиденья для двоих водителей хромированная ручка вот эти ручки такие же как на воксе да как и в тойотах общем значит электропривод сиденья все здесь видите регулируются и поясной подпор спинка вперед-назад вверх-вниз здесь у нас капот с кнопки открывается лючок бензобака значит багажник автосвет анти занос автостоп ручник авторучник так скажем электронный ручник кнопка запуска руль руль кожа с косточкой прямо вот копия и steam и один в один единственное что и steam у меня от этого нету пусть то здесь адаптивный круиз-контроль есть а мне нету и вот этих кнопок у меня нету взять положить вот этот вот тоже нет такой кнопочки здесь есть а так вот прям руль похож такой толстенький приятный руль сидуха вот посмотрите вот она подмята соответственно с таком пробегу видимо часто садились вот через этот край на него и здесь тоже видите чуть подмята то есть а так конечно были тут конечно я хочу сказать такую боковая поддержка очень неплохая такая интересная строчка наверху да тут вентиляции нету конечно как в этом вольфарде дальний узел зато здесь есть подушки безопасности в колене кстати вольфарде не смотрел есть или нету так давайте сядем об она да все в пыли так красиво друзья я ошибся по поводу сидений вентиляция сидений здесь есть и вентиляции подогрев сидений еще интересно я вот не знал вольфарде скорее все так же смотрите я завожу машину смотрите на руль он раз опустился как надо а когда я глушен обратно поднимается здесь вот есть регулировка его как настроить руль посмотреть вот такая вот панель эти двери красным подсвечиваются вообще так-то приятная панелька приятная для глаза бензиновым эти одно деление все есть температура охлаждающей жидкости ну сидишь так довольно таки высоко конечно вот потолок чуть-чуть давит я уже привык к этим к минивэном у них большое лобовое стекло зеркало с автозатемнением вот он второй видеорегистратор спереди магнитола соответственно так сейчас мы ее тоже немножко посмотрим все сенсорная вот вот этот сенсор похож очень на стимовский но здесь есть видите подогрев зеркал то есть этот значок заднее стекло и маленькие зеркала это значит тут подогрев зеркала есть что тоже как бы очень хорошо для россии все эти здесь все такой сенсор интересный для войну тоже на но и есть эти подписан общем выглядит все неплохо ручка так затертать слегка вот такой вот бардачочек подстаканник получается здесь бардачок и розетка 12 вольт 120 ватт для зарядки телефонов прям само то здесь бардачок у смотрите так он выглядит ну не очень глубокий но сойдет и бардачок вот здесь все документы на машину пришли все что надо все есть в общем ну красивая машина спереди соответственно аэрбэги везде тут как обычно в стойках в сидушках спереди руль пассажира по динамикам здесь я вижу спереди динамики вот есть ключ и смотреть такой же как в oxy одинаковые прям чтобы с ними здесь и здесь не получается задних дверях вот и все вот громкая связь здесь значит еще вот момент включается свет вот этим светом вот этой кнопкой можем регулировать свет чтобы включался по всей машине но это на открытие-закрытие дверей это стандартно как и во всех тойотах тут подсветка почему-то желтая почему не сделали такую же белую непонятно вот так ну классом выглядит красивее в живую выглядит красивее чем на фотографиях так ну давай включай навигацию посмотрим ну вообще магнитола вот магнитола пришла nc ztv 66t флешки нету вот часы можно настроить по крайней мере будут показывать правильное точное время спрятанные дефлекторы удобно о нифига какая тут аварийка приятная под стеклом такая спрятанная так что здесь надо нам нажать по моему вот этот вторую надпись так флешки нет но тем не менее значит радио настроилась вот играет сейчас bluetooth будем настраивать друзья вот владелец машины он сниматься не хочет и вот приходится так вот сзади его записывать видео вот зовут его игорь всем привет игорь слушай ну вот расскажи пожалуйста как ты решился на покупку правого руля был ли у тебя до этого правый руль как ты вышел вообще на меня там на егора как вообще эту машину купил расскажи пожалуйста да до этого был правый руль и ни одна машина постоянно езжу на правом руле значит решил приобрести прямо из японии машину беспробежную смотрел ваш канал видеоролики вот посмотрел люди заказывают и решил себе приобрести связался с николаем николай порекомендовал егора для приобретения и сопровождение автомобиля после чего дал мне контакты егором и созвонились значит были перечень критериев по автомобилю год цвет все согласовано и стали выбирать автомобиль и первая ставка в первый же раз как бы она сыграла давай здесь направо проедет тут к раскочке по слову как она после чего значите ставка сыграла и в первую ставку на утро как бы мне позвонил николай и говорит так и так машину выиграли списался с его роман были до сыграла нужно оплатить инвойс прислали инвойс распечатал инвойс поехал банк один потом там не принимали значит значит платеж после чего поехал в банк приморья на курском вокзале оплатил инвойс а вот и ждал как бы когда машина приедет на растаможку не на растаможку на отправку в порт в ярко на ярда значит на яд машина пришла быстро там течение трех дней вот оттуда в течение там четырех-пяти дней прислали фотографии порядка 45 47 фотографий после чего стали взаимодействовать с его ром и непосредственно как бы контактировать где находится машина как что с ней вот принципе машина быстро загрузилась и значит выиграли ставку мы 28 29 я оплатил мая мая до 2022 года а получается же числа 4 5 она уже на пароход была погружена слушать ну вот меня интересует такой вопрос где в каком банке оплачивать те кто сказал банк ну мне вот николай посоветовал банк приморья банк еще один вообще ты это тебе вот я порекомендовал егор тебе что-то говорила банк горда тоже егор кстати подсказал где можно сэкономить на чем егорда посоветовал на сперва один банк я поехал с ним согласовывал там не смогли провести платеж затем он поехал в приморье в принципе приморье все четко все как бы хорошо а ты помнишь платеж был в янах или в долларах у тебя тогда у меня было там два счета то есть перевозить как в долларах было сперва и потом с доллара уже в йену как-то вот так не объяснили так вот слушай мы сейчас едем по такой ужатанной дороге но она едет мягко ничего не прынчит не гремит блин мне очень нравится как она едет здесь так хорошо вот второй вопрос когда тебе надо было платить таможню как-то оплачивал таможню таможню я оплачивал значит прислали мне три или четыре квитка как бы об оплате я поехал сбербанк и на эти счета оплатил как бы вот три номера проблем никаких ничего не возникло не было мне оператор очень быстро все подсказал сумма мог как бы ну под контролем оператора чтобы так хорошо после того как машина она у тебя растаможилась ты ее погнал на стоянку в транспортную откуда ты узнал об этой транспортной компании через эту транспортную компанию ранее привозили значит автомобили вот альфард десять дней ранее как бы был куплен нам бы решил кто тебя не сказал вы я сказал или егор николай мне посоветовал как бы вот эту компанию как бы мы с николаем посоветовали говорю николай я не знаю через какой лучше вести он говорит ну зачем придумать велосипед вези через эту же также с егором созвонился игры егор так и так вот и решили очередь эту компанию да да горит через эту и будет тогда ну то есть я взаимодействовал и с николаем и с егором принципе как бы николай мне подсказывал где как чего куда потому что у этих вопросов более разбирается и как бы дельные советы дает так следующий вопрос какие-то у тебя претензии есть к егору или наоборот все как бы нормально никаких претензий все хорошо как бы все нормально быстро в принципе на контакт идет вот обратная связь да с егором полностью контакт четко ясно как бы без всякой воды и так далее все по существу вопроса в принципе никаких нет а вот ему сколько денег заплатил егору за его работу значит за его подбор и вот сопровождение 45 тысяч рублей 45 тысяч рублей переводил просто ну на карта на карту да сразу сбросил так ну чё в принципе как тебе машина то вообще нравится да пока машина чего доволен надеюсь будет радовать и вот завершающий вопрос он самый важный сколько тебе обошлась эта машина со всеми вот расходами до сюда прям ну я четко прям не подбивал но в радиусе 2 220 2 230 это заставкой сюда вот в пунцево 2 220 2 230 вот такая вот цена машины друзья на данный момент или даже я бы сказал на момент это конца мая потому что все знают про курсы вот камеры кстати он крутится все магнитола вот флешки нету ее видимо украли на свх ну и в конце можешь ли ты рекомендовать город только вообще кому-то дальше для покупок до егора могу рекомендовать все вроде в срок все порядочно с его стороны принципе да неплохо разбирается человек знает что делает как делает и для чего делает можно принципы рекомендовать никаких таких подводных камней нет все объясняет если что-то непонятно как бы помогает подсказывает никаких проблем не было всегда на связи и кстати машина дошла до москвы меньше чем за два месяца тоже как бы плюс вот ну чё игорь спасибо тебе за комментарий уже машину свою показал давайте друзья всем пока подписывайтесь на канал вообще подписывайтесь просто будем с вами общаться все до свидания ребят ну клиренс тоже надо заснять 23 я бы сказал здесь 20 ну 25 пойдемте здесь здесь еще так-то высоко кажется 20 тоже я бы сказал 3 так а здесь сзади здесь еще космос какой-то будет надо вытягивать самое низкое место вот этот угол вообще 40 были носить вот здесь 35 писать сзади она вообще капец высокая парктроники он в круг красивая машина ребята красивая